Субтитры сделал DimaTorzok Попытались попробовать свои силы Которые, безусловно, впервые заявили о себе на нашем турнире Я уверяю вас, таких коллективов очень много Пожелаем им удачи в дальнейшем на нашем сайте Ну а сейчас настало время для лучших И сейчас решится, кто получит 150 долларов США Ну а кто займет второе место и заберет с собой 60 Но тем не менее, это вполне неплохой приз Итак, друзья, коллектив Roskus, снова играющий за Dyer У них в бане Oracle, Wisp, Juggernaut и Lifestealer В пике Elder Titan и Кунка В свою очередь Positive Players В бане Sand King, Outlaw Deviver, Faceless Void и Inwalker В пике Shadow Demon и Timberso Они играют за сторону Radiant Опять же, не изменяя своим традициям Ребята из Roskus снова забирают себе Кунку Опять у них есть Титан Ну и судя по всему, они опять понакатаны И будут собираться через такой тимфайтовый, очень агрессивный пик И вот видим, также появляется Batrider, судя по всему, на Hardlane То есть вот мало того, что будет замечательный проказ Так еще и сверху прилетит Batrider, который будет просто под напалмом там всех выжигать Что будет очень и очень, конечно, неприятно соперникам Я вот буквально секундочку, друзья, отвлекусь, немного прибавлю звук Не знаю, почему он у меня решил вдруг вновь скинуться в ноль Ну да ладно Чтобы вам было лучше слышно дотку Да и, в принципе, баланс со мной был неплохой звук Так вот, да, появляется Batrider То есть, в принципе, ребята вот так вот чередуют, собирают себе самых различных таких вот саппортиков Вот, начиная от Эльдер Титана, заканчивая всякими там Сэнд Кингами и Шадоу Демонами То есть сейчас это Эльдер Титан Плюс Batrider в Hardlane У ребят уже имеется вполне неплохой дэмэдж с прокаста Еще бы сюда залетел какой-нибудь хороший кэрри, который бьет с руки В перспективе, конечно, это Сларк, но, к сожалению, он сюда не подходит К сожалению, из-за того, что Timbersov очень хорошо его контрит, как раз-таки эту самую тущу И будет проблематично, конечно, против такого стоять И вообще команда, на самом деле, пикает довольно-таки быстро То есть, в принципе, понимая, что совсем скоро все это дело закончится Но раз уж команды дошли до финала, то, я полагаю, быть какая-то заруба, она должна быть более-менее потная В принципе, сейчас мы это с вами и узнаем Я опять же напомню, друзья, то, что в общей сложности на этот турнир зарегистрировалось свыше 100 команд В плей-оффе приняло участие 10 из них То есть было 9 жестких раундов отборочных Групп стейджи, которые просто не пощадили никого То есть там буквально и одна из моих фаворитов вылетела Это Pro Series команда из СНГ Конечно, хотелось ее увидеть в финале, но, к сожалению, для них квалификация на Boston Major была важнее И в итоге они к нам не присоединились, что очень и очень печально Ну и Слордар Третий пик для коллектива Positive Players Сейчас Роску заберут себе четвертого Опять же, им остается забрать только Мидера и Кэри, я так понимаю Потому что Кунка и Титан должны быть саппортами, я так понимаю Хотя я, в принципе, не сильно наблюдал за этими ребятами То есть всего вот сколько у нас получается, две карты было или три даже То есть что вообще Тут другие специалисты на самом-то деле сидят, которые могут рассказать Но насколько я понял из всех текстов Раз у нас нету какого-то Shadow Demon, то по идее Ильдра Титан будет саппортом Сейчас будет второй саппорт и Кунка в миде Ну как мне кажется, судя по советам и докладам, скажем так, умных ребят Знающих эту команду Опять же, я там видел довольно-таки немало фанатов собралось Из Беларуси, которые топили за своих ребят Ну вот теперь они в финале И как раз-таки спасибо всем тем, кто пришел болеть За команду на этом турнире, безусловно Вы тоже принесли небольшую такую свою лепту В победу некоторых Я уверен, что ребятам было приятно Понаблюдать за тем, как за них болели ребята И в чатике, и друзья их Так что будем надеяться, что это добавило им немного энергии В эту позднюю ночь, когда решается судьба Команд, которые, собственно, и получат заветные призовые Ну и что же, четвертый пик На самом-то деле как-то хочется меньше аналитики подойти давать Потому что, честно, я уже боюсь наошибаться столько раз Потому как вот после всех игр я уже нереально уставший Но, тем не менее, работаю для вас Надеюсь, вы это по достоинству оцените Как, в принципе, и игру команд Не устану это повторять Ребята очень стараются ради вас Ну и ради себя, конечно же, в первую очередь А все-таки, как-никак, призовые здесь Играют очень важную Такую Мотивирующую роль Ну и вот видим то, что это даже заставляет Роску тратить очень много бонус таймов У них остается всего 15 секунд И, судя по всему, они будут использовать все Я вот... Ух ты, SkyRothMag Судя по всему, это будет SkySupport То есть, все-таки, я так понимаю, это будет Кунка в саппорты Батрайдер на хардлейне Ну и... А, господи, Кунка в саппорты Кунка в миде Батрайдер на хардлейне Ну и, опять-таки, саппорты Титан и SkyMag Остается только кэри Позитив плеерс, в свою очередь, забрали себе уже хардлейн Тимберсо, я так понимаю, хотя, в принципе, можно Немножечко попробовать выйти В 6.87 патч И поиграть Тимберсо В миде И получается так, что ShadowDemon и Рубик у нас, я так понимаю, саппорты Значит, селедка в хардлейне И все-таки Тимберсо будет в миде Потому что, ну, как-то 3 саппорта Это уже будет совсем не то, я так понимаю Да и тем более, Слардар у нас почти никогда, собственно Никуда, кроме хардлейна, то и не ходил Фантом, компонент Роску Друзья, я, конечно, не хочу показаться немного пессимистичным Но команды, которые забирали себе хардлейн Слардара вна За сторону Радиент Еще ни одну игру не выиграли, к сожалению Тем более против Роску Посмотрим, как сейчас это все, конечно, произойдет Но статистически немного, наверное Все идет в пользу Роску здесь Последний бан за поздив плеерс Опять же, времени у них остается также немного Остается в бан только Кэрри И тут... Конечно, да, почему-то мне первое, что пришло в голову Это опять Сларк Но Сларк, опять-таки, не подходит Это за Тимберсо Баннет, ребята, Свена Тоже неплохой кэрри Но тут, в принципе, нечем стягивать Поэтому... Хотя, в принципе, ультимейт Титана тоже неплохо так центрирует врагов Поэтому можно было бы и им воспользоваться Но, но, но В бан отлетает И теперь для поздив плеерс последний Пятый персонаж Тоже, я так понимаю, это будет кэрри-герой Поэтому Кто что быстрее разберет Опять же, и вполне неплохой Лейвстилер, который заряжал Зароску Тоже уже имеется в бане Да вот так, в принципе, и все Вайпера себе забирают Позитив плеерс То есть тут вообще очень интересный расклад И мне, честно, трудно предугадать Как вообще тут Все может развиться Ну, в принципе Как мне подсказывает самая простейшая логика Все гениальное просто Вайпер пойдет на Легкую линию А Тимбер будет в миде Хотя, может быть, даже и наоборот Такое тоже может быть Я это видел, по-моему, в первом раунде Так что не удивлюсь 7 секунд есть у команды Роску Опять же, они должны были успеть подумать Ну и просто берут себе своего морфинга Которым они уже отыграли одну игру до этого Ну и вот, друзья, такие вот Драфт у нас на последнюю решающую карту Этого плей-оффа Первого ладеркапа от StarLadderTV Естественно, Дота решила В самый неподходящий момент Вылететь Ну да ладно Мы вернемся Камбэк сделаем Время ожидания истекло Конечно же И будем смотреть со игрой Да, Slardar Carry, конечно, это не самая, наверное, лучшая идея Которая может быть в принципе Так, у меня почему-то не хочет грузануть скриншот В группу Это, конечно, печалька Сейчас я еще раз попробую это все Затрайхардить Скриншот Да Вот теперь вроде как работает Да, так вот Опять у нас кунка будет в миде, судя по подсказкам Ну я это, в принципе, и так уже понял Мы ready, пишет Viper Да и, в принципе, наверное, все Неприсутствующие здесь готовы к тому, чтобы Завершить этот турнир с достоинством Ну и давайте пройдемся по тому, кто на ком играет Собственно, Текила QQQ играет на Viper Biohazard это Rubik Шмель Z Timberso JV Я так понимаю, потому что, ну, по-другому это не прочитаешь На Shadow Demon И Darkness Это Slardar, друзья Коллектив Positive Players играет за Radiant И теперь их соперники Роску, которые принимают в сторону Dyer Ergon играет на кунке Pio 65 Это Morphling TRN Batrider Hisoka Eldra Titan Ну и последний тень Это Sky Vraft Mag Многообещающая, на самом-то деле, игра Вот мы видим то, что сразу уже выдвигаются в смоке Ребят, с коллектива Роса Нет, Positive Players на топ И там их сейчас могут принять Роску Хотя, видим, планы рисуют Slardar В принципе, тут всего лишь два Героя в миде У Positive Господи, я вообще уже просто путаюсь Два героя в миде у Роску Тут, в принципе, некого будет принимать Хотя, если сильно заагрессировать, можно и немного потерпеть Видим палец, а тут все с пиритом Ну и ребята уже примерно понимают Какая ситуация вообще Ну и просто разберу, скорее всего, по баунтируне На, так оно и происходит Ну и просто на топ-линию идет вместе с Morphling Сейчас Eldra Titan Ну и получается так, что у нас будет, судя по всему, в миде Ошиваться Skywraff Тоже, я помню, было какое время Когда стояли у нас и педухи в миде И стояли всякие там Кто еще стоял По-моему, даже какое-то время у нас Омник что-то тусовался в миде на этом турнире То есть, чего только здесь не было Ну, в принципе, здесь, наверное, хорошее решение Skymag в миде На роме был Ну, хоть не на немножко, но все равно Прилетел один первый спел И влил демеджа Тут пока что еще и наваливает Поши доу демона на топе Очень много демоджа высосал Хисока И успел сделать ласт хит по саппорту Это ферст бат для колесива Роску Еще и Biohazard получает свой демодж Пока что на речку сбежал Хисока Откинул еще один Спирит Остал Точнее Спирит Ну и отошел ближе к своим тиммейтам Кунка на миду линию привозит себе уже Бутылку То есть, вполне фастово она у него появилась На самом-то деле Имеет он также у себя Тангуси и Щиток Вместе с Гантлеткой Ну и Viper тоже вроде как более-менее ласт хитит Можем пока Открыть таблицу по ласт хитам Посмотреть какая вообще ситуация Тут у нас подавили пока что скай врат И дали ему станчик под дизрапшн У него определенные проблемы имеются И теперь Пио будет пытаться убить Biohazard У него это скорее всего получится Делается еще один фраг От коллектива Роску Ну скорее всего будут сейчас в Пио разменить Хороший станчик есть И можно еще волну Проехать Хотя там от фэд болта Очень много Демоджа было срезано И снова проблема у Даркнесса По нему снова наваливают Попытка кого-то Застанет Тут Хисока у него проблемы Очень много взлетает демоджа И замедление от скай врата Под дизрапшн скорее всего будет стан Хотя не успел сюда пройти Вовремя Даркнесс Только проблемы у Хисоки По нему очень много демоджа Ну и GV успеют забрать Ребята не смогли разменять И только скаймак остается драться У него есть еще немножечко Манны на то чтобы накинуть первый Но почему-то дается по Biohazard Первый спелл Почему там же Даркнесс был лоу хпшный Хотя по термору в принципе оно и понятно И у Зайца еще один Еще одно манго Даркнесса Но по-моему даже здесь он никого не убьет Господи какое же месиво происходит Еще один фраг на этот раз по селедке 1-5 Счет на карте друзья Какое месиво За 150 долларов Просто это жесть Как же они на этой легкой линии дерутся Три фрага буквально за минуту здесь делается 800 золота Отыгрывают Роску И что-то прям Я конечно рассчитывал на начальную доминацию Но чтобы прям настолько Это конечно постараться нужно Ну и Яргон Тут пока занимает топ-1 строчку Постхитам Там в принципе морфинг с ним делят третью позицию У него еще и два фрага имеется Что самое забавное за это время Так что он не жалуется на свою легкую линию А вот вайпер стоит всего 12 крепцов У него там есть тапанный стик В ревбенд конечно Ну тут видим по нему наваливает конечно напал Но потихоньку батрайдер Очень неприятно Турнеринт у вайпера И без того очень маленький Еще и залетает сюда Этот первый спелл Очень противный Так Уже имеется брасер Кукунки Там пока что на топ-линии Вновь намечается драка Криво под танк Конечно кинули Скаймага Можно было бы еще больше времени выиграть Безмолвие дается на Свардара Но в принципе ему нечего кастовать и так Поэтому Здесь он все равно погибает без толку Пару хитов по Джей Ви он здесь погибает Еще и проблема у Биохэзерда У него есть фейтболт Поэтому дэмэджа про нему Если что не пройдет Попытался немножко Тень продамажить Но у него плохо получилось Все без маны Без хп Вновь стандарт сюда прибегает Будет пытаться кого-то убить Я так понимаю Но Мне кажется Задея плохая Учитывая то что ребята Уже подфидили По нескольку раз каждый Наверное идти драться еще Ну очень плохая затея Чего в принципе И не должны здесь сделать Скорее всего Позитив плеер Суицидится на крипах сейчас Да Скаймаг Тем временем Размен на ботами Вайпер В батрайдера Хотя самое забавное Учитывая то что Вайпер первым убил Батрайдера Он получил меньше золота Нежели Бет Который его убил После своей смерти Вот так вот По идее Вроде как должно быть наоборот Хотя это наверное Может быть я уже сонный Вообще не соображаю В любом случае Ну слишком Вновь далеко Заходят Позитив плеер То есть на хайграунд Ой господи На хайграунд На топ линии Тут уже делаются Просто Отводы Крипы просто стоят Под тавером И какой-то ситуации Быть и агрессировать Или просто без экспы Ждать пока Крипы сами Пропушат линию Это Вопрос такой Наверное было бы неплохо Все таки сделать Какую-то немножко Перетяжку Потому как Агрессивная Трипла от коллектива Позитив плеер Себя не оправдала Абсолютно Вновь наваливает Своими Аркейн болтами Скаймак Да Ну ребята Просто зажали Уже под Т1 тавер Друзья Язык заплетается Просто нереально От усталости Конечно Поэтому Не удивляйтесь Если будут Какие-то прям Сочные перлы Выдавать Мед в уш Как говорится 5 Инфюст Рейндроп Заряженных Есть Укунки Ну видимо Пытался Как-то Сладар Тоже Инфюст Рейндроп Все это дело Немножко Под Кайт Но все Уже почти Слетели Тут вновь Идет Прокаст Попытка Точнее Вновь Безмолвие По Сладару Хороший Вырыв От Хисоки Решает Вопрос Ну и Биохэзер Тоже Сейчас Скорее всего Подфидит 2.10 Счет Друзья И скорее всего Станет 2.11 Трипл Килл И мега Килл Стрик Для Морфинга Я не знаю По-моему Сейчас Уже Позитив Плеер Будут Тупо Фидить А Без конца Лишь Бюта Катка Уже Закончилась Побыстрее Кривой Торрент По Миду Наверное Там Тимбер И Вайпер Просто Недовольны Количеством Фида Вновь Размен Происходит На Ботом Линии На Этот Раз Вайпер Получает Больше Золота За Своего Соперника Так Ну Видим Скаймак Теперь Тусуется Еще И В Мидл Линии Его Пока Убили Всего Лишь Два Раза И то Из Трех Фрагов Сделанных Командой Позитив Плеер Видим Проблема Есть У Биох Хезерда Его Подловили На Прокасте Сейчас Скорее Все Просто Добьет Даже Не Тайт Брингером Просто Добивает Схита Его Рядом Тень По идее Может Дать Сайленс Хорошо Спасает Он От чего Потому что Там Ультимейта Все равно Нет Ну Эргон Здесь Подвидит Нет Возможность Его Никак Подсейвить Попытка Догнаться Также И за Тенью Ну Тут Есть Хотя Бы Станчик Вот Хисоки Ну Подсейвил Подсейвил Ультимейта Это Хорошо Ну Видим Без Тим Вообще Без Маны Какой Либо Конечно Помочь Кунке Но Отсутствие Какой Либо Маны Отрезает Возможность Даже Банально Засейвить Тиммейт Ну И теперь С дабл Дэмэджем Шадоу Демон Выдвигается На ботом Там Судя По всему Будут Пытаться Убить Батрайдера Который У нас Гоняет С фазами Что самое Интересное Это Конечно Просто Ну Просто Кайф Давно Такого Фанчика Я не видел Прям Улетает Улетает Нас Потихонечку ТРН В леса Через 4 секунды Будет Телепорт По идее Заметил Он Биохэзерда Да Там Должен Был Быть Вижен И Тепаут Тепаут Будет Ли Вырубает Лиса У нас Потихонечку Батрайдер Спалил Джейви Накидывает По нему Напалму Видимо Не собирается Даже Отступать Но тут В принципе Есть Тиммейт Поэтому Почему бы И не поагрессировать Но это Уже Слишком далеко На самом То деле Лучше Отступить По моему Батрайдера Уже не отпустят Просто так По идее Должны его Зажимать Хотя Текила Почему-то Тупит Нереально Тупит И отпускает Тиммейт Просто Вот На коленке Там Можно было Забрать И теперь Будет Скорее всего Инициация На бот Имеет Как раз таки Коллектива Роску Хотя тут В миде Экшен Происходит От Тимберсо И Тимберсо Почему-то В Капарамахиваются На шакам Сделает свое дело Это минус Кунка будет И почему-то Стали перетягиваться Ребята С ботом А на мид Хотя там Уже ничего Нельзя было Поделать Кроме телепортов Ну как сделали Так сделали Очень странно На самом-то деле Там пока Подсказывают Нам то что Верхняя Башня Сил света Потихоньку Потерпает Там уже Почти готовый Ультимейт Орп имеется У морфинга И какая-то Стычка Сейчас на ботами Тут пока Поднимают На скаймагов Подстанчик И скаймаг Скорее всего Будет минус А Лоу Это не скаймаг Я не заметил Вроде бы Тоже крылья есть Летает А не скаймаг Это баттрайдер был Друзья Я думаю Почему так медленно Умирает Очень странно Конечно Я тут Вообще Друзья Просто на поплавских После стольких игр Да еще и в сольчик Ну с такими темпами Конечно игры Наверное Она закончится Очень быстро То есть Буквально Минут 10 Не пройдет Наверное Как одна из команд Сдастся Подловили пока что Пио Непонятно почему Но на крипа Завюзал свой амплифай Сейчас Слардар Крайне Интересный Мув Ну Меслики Бывают Дизрабшином Себя пытается Засейвить Джейвин Там сразу же Прокастливки Такой скажем Небольшой байт В итоге убивает Дизрабтора Уже хотел сказать Шадоу демона Так Ну и по идее Сейчас должен был Быть пуш В мидллинии От Кунки И компании Тут в принципе Подключаются Также и Хисоко У него уже есть Ультимейт Да и в принципе Соллинг Вообще запакованы Герои у них Довольно-таки Неплохо По общим Нетворсам Мы видим Они занимают Там чуть ли не Вообще Самые топовые Строчки Только Вайпер Более-менее Догоняет Хотя И у него Дела тоже Так себе Страхуют Точно Точно Виден Заходит Сейчас Сейчас Тимберсов У него мало ХП Но он Тем не менее Бэк Годлайк Стрик Друзья Я напомню У морфинга На 13-й минуте Имеется Линка Очень жестко Он как бы Уже фармит 7200 Ближайший Вайпер Он его обгоняет На 2000 Это конечно Очень мощно Закупают Вардецкие Пока Ребята Ну и на ботом Вылетает ТРМ У него по-прежнему Нету Даггера Это конечно Очень печально Решил себе Купить фазбарабаны Хотя мог Спокойно Тарить себе Даггер И не париться Но вот Теперь ловит Поизон Вайпера Там уже Драгонлендс Конечно Пол Лица Отлетает Моментально Считай Но Рубик ворует Иксмарк За спот Судя по всему Только-толик У него появился Ультимейт Наконец-то Он им смог Воспользоваться Ну и Аргон Судя по всему Также выходит На ботом К Вайпер Попытка его Как-то поймать Здесь пока Стоит Иллюзия Титана Ну ребята Вообще По полной Спугнули Текилу Но оно в принципе И правильно Важно Его гонять По карте Чтобы он Не получал Свой фарм Который У него пока Имеется Довольно-таки Неплохой Морпинг Тем временем Развлекается На топ-линии Фармит Крепцов Ему в принципе Пока ничего Не угрожает Если что У него имеется Линкин Сфера Да и репликет Я думаю По идее Должен Спамить В кулдауну Так Стомп Опять Прямо Под Дизрапшин Ну GV На один и тот же Мув Вечно Соголовит Ну там Сделать На самом деле Просто Ничего Невозможно Ты В один из Станов 100% Попадешь И умрешь Так или иначе Вот если я говорил Что Связка Кунка Плюс Шадоу Демон Какая-то Немножко Неправильная В плане Того Что она Мерзкая То вот Эта Ультра Мерзость То есть Ты Не Ну Даже если Ты попал В один стан И ты пытаешься Себя Засейвить Войдя В Дизрапшин То ты Гарантированно Попадешь Во второй И это Очень мерзко Это просто Максимально Мерзко И теперь Выход в Кунку Здесь всех Пропалил Своим Астралом Кисока Проблемы Есть У Биохэзарда Ну его Спрятали К счастью От Ультимейта В Дизрапшин Убегает Пока что Эргон У него Тоже Есть проблемки Крайне Ну и Эргон Тоже погибнет Скорее всего Телепорт Ему скастовать Не дадут Хотя он пытается Проводить барабаны Как-то задоджить Даже Но К сожалению Его здесь убивают И счет 10-18 Становится на карте Тем временем Морфинг развлекается У него 2400 золота Имеется на руке На руках Водяных Ну и вопрос Будет ли опять Фастовый Этериал Потому что В прошлый раз Он сработал хорошо На самом-то деле Посмотрим Что сейчас Расскажут По этому поводу Пока что появляется Фастовый Блустонный Тимберсо На самом-то деле Наверное Все-таки Более Скорее Правильное решение Чем неправильное Учитывая то Что получается Делать пока Фраги без смертей Этому тимберу Погибает В очередной раз Бэтрайдер Вот Еще один повод Усомниться В том Правильно ли было Решение Приобретать Барабаны Вместо Дайгера Бэтрайдеру 2-5 Уже счет И фит Вообще Капитальный Армир Наконец-то Появляет Суаргона Вот По сравнению С предыдущими Картами Наверное Все-таки Не дают Позитив Плеерс Как-то Прям уж Выигрывать Очень много Золота И экспы То есть Если в Пошлых картах Там было 10-15 тысяч То сейчас Максимум Успели Ребят Набить Пятерку И то В артефактах Это Не особо Проявляется То есть Каких-то Предметов Крутых У них Пока не имеется Это Наверное Для них Печально Ну в принципе Хорошо Для Тимбера Он Получает Свой Фарм У него Есть 12 Булстоунов У него 12 уровень Если Сбыть Еще Стрик За Пио То Там Наверное Будет Вообще Шикардос Видимо Он Приобретает Себе И Кусонг Ну и Скорее Всего Это Будет Как раз Таким Это Ариал Блэйд Не Хватает Буквально 900 Золота На Ну а НК Продолжает Фармить Так Ну и Что Успел За это Время Нафармить Вайпер Вайпер Судя По всему Себе Хуррикейн Пайк Хочет Да Нет Довес Себе Барабаны И Теперь Делает Я так Полагаю Яшу Яшу На Монта Стайл Чтобы Доджить Сайленс Скай Мага Сейчас Будет Разбить Смог Я так Понимаю Коллектива Роску И будет Выход На Ботом Ну Почему То Пока Только Деревья Ломают Это Очень Странно Там Судя по Всему Сейчас Нафи Дет Эльдрот Стан Хотя В принципе В сайфовой Позиции Стоит Успел Дать Станчик На Полете И Выносит Рубика Немного В стан Так Ну и в это Время У нас Успевает Морфинг Пропушить Топ Линию У него Уже Имеется Этериал Блейд Пока Команда Развлекает Там Тем Временем Завезли Сюда Вайпера И Вайпера Скорее Все Убьют Да Не Успел Засовить Его В Дизрапшин Шадоу Демон Еще Безо Хезарда Проблемы Прилетает На Ботом Сюда Морф И Уже Есть Бионт Годлайк Друзья Даже Без Этериала Тем Временем Пытается Эргона Срезать Тимберсо Вместе С Флордаром Ну тут Будет Просто Минус 101 На Ботом У Скаймага Также Появляется Еще И Урна То есть Вообще Просто Максимальная Мерзость В плане Артефактов И героев Конечно Уроску Все Тайдин Товера Уже Упали У коллектива Позитив Плеерси Остается Только Т2 Этериал Наконец-то Себе Довозит Морфлинг То есть Он Вообще На базу По сути Дело Не бегает Даже Подрегенится И он Говорит Типа Да Ребят У меня Своего Регена Хватает Нет Норм Ну и Теперь Выход В Рошпит Есть Тот Скорость Медален Здесь Чтобы Быстрее Бить Было Ну и Потихоньку Его срезает Морф Сюда Пошел Пинку От Слардара Ну и Судя по всему Будет Выход Как бы Этот Выход Не обернулся Полным Провалом На самом Поделе Для Коллектива Позитив Плеер С там Уже Почти Умер Рошан Пол ХП У него Осталось Сейчас Будет Залет Кунку Спалили И Будет Да Будет Залет По Морфу Линку Ему Пока что Не сбили Вот Теперь Уже 100% Сбили Тимберсон Ну Размет Пока что 2 в 2 Причем 2 в 2 Саппортами То есть Абсолютно Ровная Драка Там еще Пол хп Рошан Стоит Убежал Кунка Убежал Батрайдер Хотя Батрайдер Должен был Погибнуть По сути дела Потому что Там Ультимейт Вайпера Был Ну и Теперь Айгз Забирают Судя по всему Ребята Из Роску Из Позитив Плеер Судя по всему Только Кунка Может там Откинуть Какой-то Максимум Торрент Но по идее Здесь уже Пио Но у Пио Нету Нету Просто хп Он еще и Тратит Непонятно Куда Волну Проказ Прилетает Вайпера У вайпера Очень много Конечно Сейчас брони 12 плюс 2 Наваливает По тени Здесь же ТРН Пытается Убить Текилу У Текилы Скорее всего Не получится Отсюда уйти Уже Есть 2 минуса В размен На Кунку Ну тут Неровный на самом-то деле Файт 2 в 3 Лучше отступить На самом-то деле Байбек Это вайпер А куда он Байбекнулся Не совсем понятно Там стоит По-прежнему Луху Пешный Рошан Какой-то Поплыв Марафон На самом-то деле Хотя Хироск По идее Умрет Хоть и выдал Стан Но ему Отсюда Скорее всего Не выйти Пытается Салвой Захилиться И даже Уходит Друзья На самом-то деле Теперь Проблема У Пио Его подстанили Есть перекачка Улетает Волной И ох Какой хороший стан Здесь же И дается Отличный разлом Убивает Убивает Должен нейтрал Убить по идее Сейчас Слардара Но вовремя Ребята Переагривают Умирает Здесь Шадоу Демон На лоху Повыбегает Отсюда Слардар Ой А если достанет 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 Слардара Спирит Ох Как не повезло Сейчас Слардару Крайне неаккуратно Он играет Вообще не заметил Этого Спирита И почему-то Оставшаяся команда Предпочитает Тоже подфидить Текила Умирает 100% У него нет байбека 15-28 Друзья Файл и кап Конечно неплох Но все равно Тут уже На самом-то деле Проблемки Определенные У позитив Плеерс Они только что Байбекнулись На коре И Что делать Дальше Почему-то Отступают Прямо сейчас Роску Они должны были Понимать То что Был потачен Байбек Но Пушить не собираются Морф Приобретает Собие Тревол Тапки Так Мы Прорисовали Свой план Позитив Плеерс Они Судя по всему Будут выходить В лес Соперника Где там Планируют Планируют найти Хоть кого-то И подцепить Я так понимаю Так Так На крес Кого-то снова Поймали Я вот не совсем Заметил Кому На Себя Вон что У нас там Кунка Рисует Подавили У нас Пока что Вроде как Батайдеры Но он ушел Ушел Молодой человек Убежал Просто И все Просто делают Тапауты Тут пока что Пилос Носит Базу Даже Убивает Рубика Ну вообще Разлетается Шокганом Моментально Просто этот герой Ничего Не поделаешь И теперь В пуш Тут полностью Ребята Из коллектива Роску Опять рисует Свои творчества Кунка Очень красиво А вот сейчас Этот кест мог Понадобиться На какого-нибудь Скаймага Бы его кинулись Ну да ладно В итоге Без Героев По одному герою Потеряли Оба Коллектива Летает В витрах У нас Тимбер За ним погоня Скорее всего Должны забирать Хотя у него есть Еще тимбер чейн Ну и он по идее Уйдет До конца За ним гонится Морфинг Но нужно признать Что его здесь Не словить Самое главное Сейчас убить Вайпера Потому что у него Нет байбека И убивают Здесь к сожалению Только Шадоу демона Проблемки Теперь появляются У Рубика Ему дали Отрел У него Лоу хп Ох как он Забавно летает Просто красиво Улетает он На базу Ничего не поделать Рисует прямо На базе Свои творчества Кунка Ну и похоже Вообще прям Расслабился Он рассчитывает На сдачу Что ли Я не понимаю Ну почему так Нагло-то Теряет больше Половины хп Здесь же и разлом Ну или Эргон здесь погибает В погоне За оставшимся Членами коллектива Роску Очень много демонов Прилетает По-прежнему С Аегисом Бегает пьё Здесь разминают Конечно Эльдр Титана Ну и все остальные Вротики должны погибнуть По крайней мере Скоро точно умрёт Хотя даёт проказ На последующих Здесь Текила его разменивает Ну и Моркин Просто убегает Не забрали Конечно базу Сейчас ребята С команды Роску Но зато успел Зарейджил Сладар Как же много Тэм уже Ему просто прилетело Посмотрите на это А где посмотреть Врон 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 Много ворона Короче прилетело Тотал рейдж Сладара Там просто Нереальные пинги Были Ещё одного убивает Прямо сейчас Пиво Вообще Какая-то Килл машина 17 на 0 Друзья Так Ну и да Давайте К графике По нетворцам Посмотрим 12 тысяч По голде По экспе То же самое Примерно 8 косарей То есть Как я и говорил По сравнению С предыдущими играми Конечно так разгуляться Прям Роску не дают Есть определённое Преимущество Но Ребята Не так легки Так Ну а будет ли Сейчас крест Нет Не дают крест Почему-то На морфинга Видимо Решили Что он и так Запушит И вернётся Ну в принципе Да Т2 падает На топе Здесь же пытаются Либо Снимку Подловить Либо Что это Ну Стандар Подставляется На самом То деле Остаётся Только Т1 На ботами Т2 На ботами Господи Какой-то Один Т2 На ботами Остаётся Которые По идее Должны Прямо сейчас Снести И там Уже Заканчивать Игру Вроде Как Но опять же Скоро Должен Таймер Объявить Когда Появится Рошан Следующий Хотя В принципе Можно и так Посчитать Но у нас На это Время Нет Поэтому Просто Смотрим За игрой Ой Как хорошо Сейчас Байтит Команда Роску В то В то Время Как Морфинг Просто Заходит По топу И что Деф Это Сейчас Непонятно Дерутся Ребят С команды Позитив Плейфорс Поднимает Себя Ветра Тимбер Сот Тут же Разлом Станчик Как же Хорошо Байтит А где Морфинг А Морфинг Вернулся Сейчас Дерётся Убивают Уже Тимбера Он в таверне 8 секунд Проблемы Есть У Эльдер Титана Прокаст Скайбрата В ноль Умирает У кого Попытка Забрать Как-то Пио Но Пио Тут Команда Вся Что Ребята Делают Вообще Лол Ультра Килл А можно Рэмпаж Господа Нет Не захотел Рэмпаж Пио Но В любом Случа Друзья Это Ультра Килл Минус Четыре От команды Роску Они По идее Сейчас Должны Забрать Последний Т2 Тавер На ботами И после Этого Игру Уже Заканчивать Самое Время Выигрывать Ладеркав Друзья И графики Мы увидели Радуют Глаз И Пока Дерутся Хорошо Так Проказ Пошел По Тимберу Ой Какой Неловкий И удачный Тимберчейн Корабль Как же Ты порвался Под Сайленс Минус Тимбер Еще раз Зарядов Бустов У нее Все меньше И меньше Всего 8 На этот Раз Ну И Конечно Пио Наваливает Слишком Жестко Я думаю Сейчас Ему Дать Возможность Подрегениться На базу Самая Лучшая Идея Ну Кунка Просто Неугомонные Свои Рисунки Малюет Минус Последний Т2 Ну И Судя По Всему Совсем Скоро Будет Игра Завершена Судя По Тому Как Уже Нагло Играют Роску Они По И Знают Что Делают Поэтому Рассчитываем На Фаст Скажем Так Так Ну Я Представляю Что Сейчас Будет Если Дать Пио Хасту Там Будет Просто Развал Отвляется Он На Топ Линию Наверное Стоит Курирам Подвести Себе Манту Которая Уже Готова Есть Пайпа У Эльдер Титана Ну И Вновь В топ Пытается Выйти У нас Морфинг Странно Почему Он Не Стал На Самом Деле Сносить Топ В сторону Хотя Дэмэджи У него Реально Была Маловато Поэтому Есть В этом Определенный Резон Так Залетает На спио Непонятно Куда В итоге Возвращается На Репликейт И В принципе Дальше Он С командой Продолжит Сражаться Разбить Смог Коллективом Роску Сейчас Спалили Тимберсо У него Проблемы Ребята Не заметили Судя По всему Но Может Словить Прямо Сейчас Батрайдер А где Вижен Ребята Где Вижен Не поймали Почему Ребята Вижен Вообще Не в ту сторону Полетел Трн Непонятно Торрент Кривой От Из-за Крипов Здесь Станчик Подвязали Почему То Рубика В него Жи Весь Прокаст Рубик Конечно Умрет У него Нет Байбека Но Довольно Таки Станный Размен Двух Ультимейтов В одного Саппорта Наверное Стоило Походу Шотган Должен Быть Шотган Ну Не спешит Пока Довозит Себе Монто Стайл У него Очень Много Дэмэджи С руки Уже Почти По Трапиру Не хватает Сход Двух Единиц Дэмэджи Трех Дэмэджи Чтобы Быть Как Рапира Или Нет Все Правильно Всего Хватает Как Раст Так Да Ультрафан Конечно Там уже Крещалки Командные Пошли Так Ну Поплатился Сладар За то Что Залетел В Скаймага Сразу Пол ХП Улетело Просто В ноль Так Наконец-то Подцепили Вайпера У вайпера Есть Байбэк Судя Как Суни Сейчас Придется Старайтесь Его Отпустили Хотя Есть Крест Ультимейт Пошел По Кисоке Убивают Вайпера И у Заяца Байбэк Там пока Что Пьё Дерется У него Еще Есть Волна Сносится Стрим И просто Волной Уходит Назад Лоу ХП Рубик Просто Сэвится На Абазе Ну В принципе Байбэк Они Выбили Поэтому Можно Уходить Наверное Хотя Регенят Регенят Они пока Что Морфинга Он Покупает Себе ВКБ Наверное Стоит Его Довести Раз Что Его Купил Без Маны Без Маны Пока Что Стоит Морфинг На Шутган Полноценно Ему Не Хватит Точнее Вот Как раз Таки На То Что Он Любит Сделать Просто Залететь Из Ребята Отступили Теперь Стоит Только Ожидать Возвращения Морфа Заберут Айгис И Скорее Всего Будут Заканчивать Потому Как Байбэк У Вайпера Нет Просто Посмотрите На Эти Нет Ворс Это Что Запредельное Такого Мрака Я Давно Конечно Не Видел Очередая Зак Рош Пытаются Смакивайте Прямо Сейчас Ребята Из Позитив Плеерс И Никого Не Найдут Потому Что Ребята Заныкались Хотя Если Бы Морф Немножко Задержался Скорее Всего Бы Спалил Смак Ребята Бы Подумали Что На Враж Пите И Попали Бы Туда Просто На Наживки Так Отдается Скаймак Пока Что Попытка Ставить На Развороте Отступают В итоге Все Равно Сейчас Рос В принципе Резонное Решение К тому же Укунки Езда И Даус Мы За Это Время Успели Немножко Потерпеть Баракер Под Крипами И Вот Теперь Можно Выходить Вершпит На Сам Деле Потому Как Смок Уже Был Прожат Да И В принципе Ребята Немного Спугнули Своих Соперников Поэтому Можно Спокойно Выходить И Забирать Аегис БКБ Тем более Уже Есть Просто Выкидываем Маквилу И Идем Делать Саксесс И Варировать Ладркап Я так понимаю Ну Все таки Забирает Собирает Аргон Почему Аегис Очень странно На самом То Деле Вновь Влетает Пио На этот раз Ему сбили Телепорт И Хорошо Потому Что Нужно Идти С Командой И Заканчивать Игру Но Все равно Ребята Почему То Мнутся Пешком Почему То Побежал Морфлинг На Топ Вообще Не Понимаю Зачем Сейчас Летить Деф Если Можно Просто Снести Базу Очень Глупо Выглядит На самом Деле Я Надеюсь Пио Знает Что Он Делает Но Не Похоже На самом Деле Хотя 14 Секунд Откула Униться Просто Прямо Сейчас Терва Лада И В принципе Репликейт Есть Наверное Не стоит Так Уж Прям Глупо Трати Репликейт Хотя Впрочем 13 Секунд Остается Можно И Заюзать Можно И Заюзать Его 6 5 4 3 Да И Он Улетает На Репликейт Там По идее Увидели На Вардах Морфинга И Могут Сейчас Залетать В него Ну Паркаст Прилетает По Рубику Почему Неполноценный Ой БКБ Подновили Страдар Страдар Пробемы Он С Байбеком Погибает В таверну Дальше Погоня Будет Ли Волна В кого То Нет Ребята Просто Идут Пушить Дальше БКБ 10 Секунд Уже У Пио Не И И Просто Идет Пуш Ю Зайца Глиф Байбек Страдар Двух Байбеков Уже Нету Поэтому Можно Залетать Славил Тем более Стан Тимберсо Проблемы У Эльдера Он Дает Разлом Рубик Ворует Как Б Сейчас Не Перекут Разлом На Сам На Деле Ну Я Опять Отступаю От Роску Самое Главное Сейчас Не Затягивать Кто-то Подскажите Им Что Это Плохая Идея Нельзя Отступать Нельзя Байбеков Нету Друзяшки Наверное Это Будет Байт Байт Да Это Был Байт И Здесь Корабль Хорошо Подволну Проблемы Есть Запрятали Тимберсо Но Умер Сландар Без Байбека Там Сзади И Вайпер У него Также Нету Выкупа Убивают Шадоу Демона Кунка Потеряет Аегис Никого Теперь Настигнет Спрятоносная Волна Подцепили Вайпера У него Нет Байбека Друзей Я напомню Скорее Всего Будет Гуд Гейм Да Трипл Кю Для Морфлинга И На этом Судя По всему Игра Заканчивается Потому Что Ни У кого Нет Байбека Очень Много Секунд Ребята Будут В таверне Ну И Просто В трон Нужно Ити Забить на все линии И просто сносить базу Потому Что Это Должно Быть ГГ Все Таки решили Ребята Пропушить Ботом Очень странное Решение Можно было Просто За это Время Снести Базу Полностью Да Гуд Гейм Пишет Текила Я надеюсь Что Это Полноценная ГГ И Да Наши Поздравления Команде Роску Они Прошли Очень Длинный Путь Для того Чтобы Занять Первое Место На Ладер Капе Под номером Один От Стар Ладер ТВ Мы Их Поздравляем Они Забирают 150 Долларов США Их Соперники В этом Матче Позитив Плеерс Забирают 60 Также Друзья Хочу Сказать Большое Спасибо Всем Командам Которые Участвовали Которые Радовали Нас